За 20 лет количество автомобилей и автомобилистов России очень выросло. Если в 2000 году в стране было всего 19 миллионов автомобилистов, то буквально через 10 лет их стало уже более 32 миллионов. И наши коллеги постарались отследить историю. Далее материал о том, как за 20 лет Россия похоронила старый и построила новый автопром. Вишневая девятка хит 90-х. А еще в то время мечтой любого автомобилиста была поддержана иномарка. Привезенный из Европы, Японии или Америки, даже старенький автомобиль мог стоить как новый российский, не уступая при этом по качеству. Отечественный автопром быстро сдавал позиции. В 2001-м остановил сборку московский АЗЛК. В 2008-м прекратил производство АКИ Серпуховский автозавод, а Горьковский снял с конвейеров классическую «Волгу». Чтобы остановить поток старых иномарок в страну, правительство ввело запретные пошлины на авто старше 7 лета. В России начали строить заводы мировые автогиганты. Первым пришел автоконцерн «Форд». Затем присоединились марки «Тойота», «Рено», «Ниссан», «Хюндай», «Кио», «Дженерал Моторс», «Опель», «Шевролет» и другие. Крупный автомобильный кластер был сформирован в Санкт-Петербурге. И вот в 2012-м в России продано рекордное количество легковушек – почти 3 миллиона экземпляров. В 2016-м бестселлером стала «Хюндай Солярис», а в 2017-м «Кио Рио». В 2018-м «АвтоВАЗ» возвращает себе первое место с моделью «Веста». Развивается даже люксовый сегмент. В 2018-м россиянам представлен новый отечественный лимузин «Аурус». Но в 2019-м Россию покидает «Форд». После введения санкций часть других заводов останавливают работу. Однако ряд компаний передают управление местным участникам. А сборку автомобилей у нас продолжают китайские и корейские производители. В 2023-м году российские автозаводы выпустили 537 тысяч легковых автомобилей. Это на 19% больше, чем в 2022-м. Досанкционный уровень не достигнут, но в планах производство наращивать. По оценкам экспертов, в 2024-м году в России выпустят около 800 тысяч легковых автомобилей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова